МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ситуация на Донбассе пока не определена. Об этом сообщили в Совете нацбезопасности. Напомню, накануне президент Петр Порошенко во время разговора с министром иностранных дел Германии Франком Вальтером Штайнмайером сообщил, что контактная группа может собраться 21 декабря. За сутки обстановка в зоне проведения антитеррористической операции снова накалилась. В районе Ольховатки террористы обстреляли украинские оппозиции из Града. Вблизи Никишина боевики применили гранатометы. Также террористы обстреляли стрелкового оружия украинских военных возле ряда населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях, сообщает в пресс-центре АТО. Некоторые из них по несколько раз. К счастью, погибших среди украинских военнослужащих нет. Двое получили ранения. Террористы из стрелкового оружия обстреляли наших военных в районе населенных пунктов Сокольники, Опытная, Крымская, Пески и Дебальцево и новый терминал Донецкого аэропорта. Некоторые населенные пункты были обстреляны несколько раз. В районе Мариуполя активизировались беспилотники противника. На протяжении дня они трижды появлялись в небе над городом. Украинская сторона готова принять участие в оформлении груза российского гуманитарного конвоя. Об этом заявил заместитель руководителя инфоцентра СНБУ Владимир Полевой. Но есть одно условие. Это соблюдение Москвой всех требований международного и украинского законодательства. Как сообщалось, Россия уже подготовила очередной десятый гум-конвой. Его отправка, по информации российского МЧС, запланирована на утро воскресенья. Вместе с тем в СНБУ сообщили о проникновении на территорию Украины колонны с белыми и окрашенными в национальные цветы России флагами. Вчера в 20.40 с территории России через пункт пропуска из Варина в сторону Украины проследовало шесть грузовых автомобилей с белыми флагами и флагами России. Представители украинской межведомственной группы о следовании данного груза российская сторона не проинформировала. Объясняю это тем, что груз не является гуманитарным. В то же время вчера с территории Украины прошли гуманитарные грузы для оказания помощи жителям области под эгидой Международного комитета Красного Креста. Это четыре грузовых автомобиля от украинского отделения этой организации с грузом продуктов общим весом около 46 тонн. При штабе АТО появится подразделение государственной фискальной службы. Его задача – организовать грузоперевозки между оккупированными районами под контрольной Украине территорией исключительно законным образом. Об этом заявили в Донецкой облгосадминистрации. Представители подразделения будут оперативно выезжать для проверки грузов и в случае необходимости действовать адекватно ситуации. Кроме того, они будут нести службу на блокпостах, через которые проходят основные магистрали. Возле Мариуполя проводятся военные учения сил АТО. Как сообщили в городском совете, на полигоне западнее города проходят плановые занятия по огневой подготовке. Украинские военные совершенствуются в стрельбе из ручных гранатометов. Правительство Соединенных Штатов Америки передало Госпогранслужбе Украины 35 бронированных внедорожников. Автомобили предназначены для усиления пограничных подразделений. Кроме того, украинским пограничникам передали 2300 комплектов защитного обмундирования. Всего в рамках проекта усиления оперативно-служебных возможностей Госпогранслужбы Украины в сфере исполнения служебной деятельности в следующем году дополнительно передадут автотехнику, тепловизоры, переносные и стационарные радиостанции, а также средства индивидуальной защиты стоимостью почти 10 миллионов долларов. Зону свободной торговли между Украиной и Канадой откроют до конца следующего года. Об этом в телефонном беседе договорились президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Канады Стивен Харпер, сообщает пресс-служба администрации президента. Кроме того, политики обсудили возможности увеличения экономической помощи. Петр Порошенко выразил особую благодарность Канаде за решение выделить Украине военно-техническую помощь в 11 миллионов долларов. Первая партия этой помощи уже поступила. Ранее Минобороны Канады заявила, что смогут поставлять вооружение Украине в случае соответствующего решения НАТО. Напомню, сегодня Канада ввела дополнительные экономические санкции против России. В список попали депутаты Госдумы и сепаратисты. Вместе с тем Молдова готова оказать помощь Украине в реформировании Министерства внутренних дел. Об этом шла речь на встрече вице-министра внутренних дел Молдовы Сергея Дякону с заместителем главы МВД Украины по вопросам европейской интеграции Тиграном Авакяном. Такая помощь позволит избежать различных рисков, которые могут повлиять и появиться в процессе проведения реформы. Стороны подписали совместное заявление, в котором договорились уделить особое внимание сотрудничеству в сфере охраны общественного порядка, обеспечения безопасности дорожного движения, развития научных, информационных и технических связей. Также в других направлениях, представляющих взаимный интерес. Министерство внутренних дел совместно с Генеральной прокуратурой остановило деятельность крупнейшего в стране конвертационного центра. Его оборот в 2014 году составил миллиард гривен, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков. Центр предоставлял так называемые услуги конвертации средств и минимизации налоговых обязательств более чем тысячи предприятий реального сектора экономики. В схеме был задействован банк Стандарт. Более 40 фиктивных предприятий и более 30 физических лиц. Во время обысков изъято около 5 миллиардов гривен, печати предприятий, бухгалтерские документы и 4 единицы оружия. Кроме того, установлена связь организаторов конверта с руководством одной из налоговых инспекций Киева. Тем временем Министерство иностранных дел Российской Федерации стоит быть скромнее, называя Крым исконной частью России. Об этом заявил спикер МИД Украины Евгений Перебенис в своем твиттере. До аннексии Екатериной 230 лет назад Крым не имел никакого отношения к России, уточнил он. Напомню, Российское внешнеполитическое ведомство отмечало, что Крым и Севастополь якобы являются частью России. И Брюссель должен это признать. Марафон Святого Николая пройдет на Софийской площади в столице в воскресенье. Все желающие смогут поучаствовать в забеге и тем самым поддержать детей-сирот и детей-переселенцев из зоны АТО. В украинском доме проходит регистрация. Все подробности расскажет Вероника Секты. Марафон стартует в воскресенье в 10 утра на Софийской площади. Организаторы подготовили две дистанции. 5 километров для взрослых и 500 метров для детей. С каждого регистрационного взноса 50 гривен пересчитают на благотворительность. Свой стартовый номер получил и украинский музыкант Олег Скрипка. Всех приглашаем на марафон. И как раз духовность – это Святой Николай. Духовность – это благотворительность, а здоровье – это спорт. Потому это оптимальное соединение, которое произойдет завтра. И я всех приглашаю. В рамках забега Святого Николая организаторы устроили также благотворительную ярмарку. В ней участвуют более 60 мастеров со всей Украины. 15% – это минимальная сумма, которую мастера пересчитают детям, потерявшим родителей в зоне АТО. Некоторые сказали, что они пересчитают 30%, кое-кто – 50%. Жанна планирует перечислить нуждающимся всю выручку от продажи своих картин. Помочь детям-переселенцам решила без раздумий. Благотворительность – это дело хорошее. У нас фактически 100% уходит на благотворительность всех денег, что мы собираем. Купить на ярмарке немного сувениров и тем самым помочь детям можно будет и 21 декабря. Ирина Косиктым, Андрей Коваль, БТБ. Святослава Корчук дал благотворительный концерт. Собранные средства пойдут на полное обновление и закупку оборудования для операционных залов Запорожского военного госпиталя. Среди гостей в столичном театре имени Ивана Франко были известные политики и деятели культуры. В частности, был и президент Украины Петр Порошенко. Глава государства прибыл со всей семьей и рассказал, сколько пожертвовал на помощь военному госпиталю и украинским бойцам. Не секрет, 100 тысяч гривен. Вообще, это очень удачная и святая цель – возобновить работу военного госпиталя. Очень приятно, что на это обратили внимание. Раньше, если характеризовали украинцев, то говорили «Моя хата с краю». Посмотрите, на сегодняшний день весь украинский народ сплотился и показал, что ему не все равно, что это его дело. Это ни много ни мало, а если считать все деньги, которые мы собрали и еще собираем сегодня, и ту помощь, которую нам предоставили наши партнеры, то сумма помощи – почти 1 миллион гривен. Деньги, которые останутся, мы передадим на нужды Востока. Поддержать украинских военных и помочь вернуть мир в Украину – дело каждого из нас. Спасибо, что вы с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин